ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ МИР Почти два месяца океана исследует острова Санта-Барбара у южного побережья Калифорнии. Нас загипнотизировала необыкновенная жизнестойкость этих осколков суши. Скользя по бурым водорослям, где кипит жизнь, мы словно пробираемся под джунглем Амазонии. Веками здешнее изобилие влекло рыбаков, охотников, на тюлени и малюсков. Но сегодня человек превращается из преследователя в защитника. На островах Санта-Барбары проводится важнейший эксперимент, имеющий целью восстановить их изначальную природу. Существа, бывшие на грани вымирания, возрождаются. А животные, давно завезенные сюда человеком, напротив, покидают этот край. Но чтобы воссоздать мир далекого прошлого, энтузиасты вынуждены преодолевать опасности, порождаемые слишком большим скоплением людей. А мы попробуем установить, увенчалась ли успехом их попытка возродить прошлое. ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО Автор сценария Моз Ричардс Композитор Джон Скотт Оператор Жан-Поль Корню Фильм Жака Ива Кусто и Жана Мишеля Кусто Всего в нескольких часах пути от бетонного Лос-Анджелеса затерялось на просторах Древнего Тихого океана несколько обломков суши. Восемь островов, вздымающихся из глубин у побережья Южной Калифорнии. На открытом всем ветрам острове Сан-Мигель, самым западным из островов Санта-Барбара, сторож Национального парка США Том Кокс привел Доминика Сумиана Мишеля Требоза на уникальную обзорную площадку. Здесь собрались сразу шесть видов тюленей. Больше, чем где бы то ни было. Том, а нельзя подойти поближе? Нет, дальше нельзя, иначе распугаем животных. Это одно из их укрытий, что ли. Они вернулись на Сан-Мигель буквально чудом, ведь русские охотники почти что истребили их в погоне за мехом и жиром. И вот люди наконец-то оставили их в покое. Доступ в Национальный парк разрешен многим, поэтому тюленям здесь хорошо. Когда-то в тюленях люди видели только ходячие шубы и жир. Теперь же их ценят за ум. Пожалуй, по сообразительности, тюленей превзошли только дельфины и киты. За мускулистые ласты они из древности заслужили прозвище «Кролоногих». Вероятно, отсюда произошло и название отряда «Ластоногие». Невдалеке от побережья Жан-Мишель организовал подружение. Водолазы хотят рассмотреть вблизи самого известного представителя ластоногих. Это калифорнийский морской лев. Он часто выступает на цирковых аренах, однако нигде не выглядит так забавно, как в родном море. КОНЕЦ Интересно, что думают эти любознательные млекопитающие о серебристых чужаках, выпускающих тучи пузырьков? Во всяком случае, наше появление становится событием в их царстве. Собирается толпа зрителей. Морские львы – хозяева этих джунглей. Ловкие, быстрые, как водяные струи с большими зоркими глазами, которые под водой видят лучше, чем наши на суше. Пищу морские львы ловят без труда, и в них остается время для игр. Одного заворожили миниатюрные солнца в руках у Доминика Сумиана. Другой из любопытства укусил Клея Уилкокса. КОНЕЦ Только истинное изобилие моря может прокормить столь неутомимых охотников. Ныряльщики обсуждают погружение. КОНЕЦ Тебе опять досталось? КОНЕЦ Да, взял и тяпнул меня за руку. Эти ребята слишком игривы. КОНЕЦ Когда-то игривость морского льва приносила людям большие деньги, как свидетельствует пленка 50-х годов. На островах Санта-Барбара охотники за морскими млекопитающими находили богатую добычу. КОНЕЦ Больше ста лет острова были главным объектом охоты на морских клювов. Тысячами их поставляли в цирки, зверинцы, аквапарки. КОНЕЦ В отряде, насчитывающем 34 вида, морской лев считался самым умным, легко поддающимся дрессировке и лучше всего приживающимся в неволе. Грациозные тюлени, исполнявшие свои трюки перед многими поколениями зрителей, были на самом деле морскими львами, выходцами с островов Санта-Барбара. Новые законы и новая мораль положили конец торговле. Одним из последних охотников на островах был некто Питер Хоуар. Но охотился он, скрипя сердце, и вскоре превратился из врага лостоногих в их благодетеля. Сегодня по лицензии федерального правительства Питер возглавляет некоммерческую клинику в Санта-Барбаре, где выхаживают раненых и осиротевших животных. Когда-то он ловил тут зверей, теперь выпускает их на волю. Санта-Барбаре Однажды утром, в самом начале нашей экспедиции, на побережье был найден детеныш тюленя. Малыш остался без родителей и умирал от голода. Случайный прохожий уведомил Питера Хоуарта, а тот сообщил об этом на океанах. Так мы получили возможность понаблюдать за реабилитацией тюленя и вдобавок познакомиться с Питером, который показался нам образцом новой человеческой морали. Раньше эти морские существа были для человека товаром, объектом эксплуатации. Сам Питер промышлял и рыбой, и зверем, и моллюсками. Море, по его словам, оказалось щедрым к нему, и он чувствует себя обязанным вернуть долг. Ежегодно Питер спасает десятки ластоногих. Выхаживаясь в эстетомцев, он становится им приемным отцом. Прежде всего, малыша надо накормить. Возможно, его еще удастся спасти. Первая еда – анчоусы, измельченные в специальном растворе, который снимает стресс и обезвоживание. Можно себе представить ужас малыша. Под животом у него не песок, а зеленая трава, а вместо мамы рядом двуногие чудовища. Тут нужна крайняя осторожность. Трубка вводится прямо в пищевод, и тюлененок может задохнуться. После, когда он привыкнет, то будет охотно глотать трубку. Попробуем накормить малыша. Надо аккуратно ввести трубку до середины. А питание пошло. Саду в Аталий. Хотя уход и пища – главное в спасении животных, у некоторых развиваются осложнения. Они не умеют есть самостоятельно. Мы решили в течение нескольких месяцев наблюдать за тюлененком. Отличная плавучесть, благодаря которой он выжил, навела нас на мысль дать ему имя Архимед, сокращенно Архи. Архи стал для нас эмблемой Санта-Барбары. Вдали от обиталищ своих предков бродит по холмистому острову Санта-Роза одинокий олень. Сейчас по этим островам растерянно блуждают целые стадо оленей и других завезенных видов. Скотоводы завезли их сюда в 1912 году. 12 лет спустя кинематографисты привезли на Каталину бизонов для съемок вестерна. Их осталось около 400. Живые существа, переселившиеся по воле человека, изменили здешний ландшафт. Согласно легенде, мясное поголовье, к примеру, вот этих свиней, оставили здесь в качестве съестных припасов испанские следопыты. Теперь свиньи одичали и выщипали во многих уголках острова без того чахлый покров растительности, подставив землю разрушительному влиянию эрозии. Те же, кто хотят вернуть землю в изначальное состояние, должны избавиться от этих чужаков. Натуралисты вывозят животных с острова, объявленного некоммерческим природным заказником. А на другом крае острова по субботам и воскресеньям на бывшей арсивоческой ферме приземляется частный самолет с необычными пассажирами. Каждый заплатил по 450 долларов за участие в захватывающем сафари. Оружие традиционное. Лук и стрелы. Правда, в современном варианте. На заброшенных островах страстные охотники могут отрешиться от завоз внешнего мира и представить себя в дикой первобытной глуши. Жаль, добыча не принесет славы охотникам-спортсменам. Это домашняя овца. Так попробуем навязать им свои условия. Будем окружать? Ну да. И ветер от нас. Отлично, надо его задействовать. Гляди, вон они. А там еще кто-то с ними. Да нет, это пыль клубится с той стороны холма. Да пригляди же, там за ними кто-то еще. Завезенные на острова Санта-Барбара более века тому назад овцы стадами, которые насчитывали десятки тысяч, в волю паслись на холмах. Вскоре травянистый густарниковый покров сошел на нет, а оставшихся без пропитания овец начали истреблять самыми безжалостными средствами. Сейчас землевладельцы позволяют лучникам по уикендам погоняться за стадом из двух тысяч одичавших овец, получая от этого прибыль и спасая остатки растительности. Чужаков тут выбраковывают, коренных обитателей наоборот, разводят. Вот эта лиса с повадками собаки и ловкостью кошки водится только на этих островах. Крупнейшее сухопутное животное островов Санта-Барбары, лиса, стала объектом заботы и внимания тех, кто восстанавливает местную природу. Биолог Брайан Арнольд объясняет Сумиану технику ухода и контроля за животными. Четыре дня мы их выслеживаем. Первые три надеваем на пойманных животных ошейники. На четвертый подсчитываем процент особей с ошейниками по отношению к неокольцованным, и на основании этого делаем выводы о численности популяции. Эти лисы – коренные жительницы острова. Они больше нигде не водятся, кроме Сан-Мигеля. Надо ее взвесить. Как видите, не такая уж она и тяжелая. Долгое время их считали карликовыми лисами с материка. Здесь они питались мышами, насекомыми, ягодами и яйцами. Постепенно на шести островах образовалось шесть подвидов. Теперь необходимо провести серию замеров, чтобы потом регистрировать рост. То, что здесь разводят животных не ради коммерческой выгоды, а ради сохранения видов, очень показательно. Так начинается эпоха мирного сосуществования прошлого и настоящего, цивилизации и первобытности. Восстановление прошлого распространяется и на морской стихии. Настоящим событием для Жанна Мишеля стала экспедиция по маркировке тюленей, проводимой учеными из Национальной службы морского хозяйства. Пронумерованные цветные ярлычки прикрепляют к задним ластам новорожденных тюленей. Малышам не нравится операция, подобная прокалыванию ушей, но она даст возможность биологам следить за развитием животных, которые возрождаются после почти полного истребления. Их недоверие вполне оправданно. На суше они становятся неуклюжими и представляют собой лёгкую мишель для охотников за пушниной и жиром. На рубеже веков здесь выжило, наверное, только одно семейство на одном единственном острове в 500 километрах к югу Асанта-Барбары. Сегодня популяция тюленей в северном полушарии насчитывает почти 100 тысяч, и все они произошли от маленькой колонии, обнаруженной здесь, на острове Гуаделупе, близ мексиканского побережья. Отсюда началось их возрождение, и 30 лет спустя они достигли островов Санта-Барбары. Тюлени выходят на сушу всего на месяц в году для размножения и вскармливания потомства. Целыми днями они посыпают себя песком, никто не знает зачем. Учёные полагают, что это охлаждает шкуру, отражая солнечные лучи. Такие неловкие на берегу, тюлени становятся очень подвижными в море, где проводят большую часть жизни, охотясь за рыбой и кальмарами. Акт воспроизводства выглядит очень странно. Ревущий самец с обвислой мордой весит около трёх тонн, а самка всего 300 килограммов. Иногда в гуще матерей и детёныши возникают яростные схватки за обладание горелого. Летендент справа бросает вызов старому телению. Комцы дерутся до крови, но, как правило, клыки не наносят серьёзных ран. Почётное отступление недопустимо. Неудачника с позором изгоняют в море. Для молодых самцов бесславное и сокрушительное поражение не редкость. На каждого обладателя гарема приходится примерно 20 одиноких претендентов. В клинике морских млекопитающих Питера Хоуарта после двух недель кормления через труппу для тюленёнка Архи готовится первое рыбное блюдо. Малыш прибавил в весе от 5,5 до 9 килограммов. Чтобы гарантировать его спасение, Хоуарт и Жан-Мишель, невзирая на протесты Архи, вводят в его рацион более естественную пищу. Ну-ка, быстро глотай. Пора учиться есть, малыш. Не ленись. Поверь, тебе понравится. Он будет очень понравиться. В последующие недели тюленёнок должен пройти две стадии. Научиться глотать рыбу, а затем испытание, которого многие не выдерживают. Научиться её ловить. Реабилитация нашего друга Архи идёт уже 4 недели. Он силён и полон жизни. Ну, где твои суши? Теперь он с большим аппетитом поглощает своё излюбленное лакомство суши из анчоусы. Давай. А главное, маленький тюлень с помощью добровольных сотрудников центра доказал, что он вполне способен глотать пищу самостоятельно. Дамп night last night. Он может быть немного холодом. Смотрите продолжение в следующей части. Архи пока не проявляет агрессивности, свойственной молодым тюленям. Что если он так и не научится ловить рыбу в воде? Питера обнадеживают успехи питомца и его аппетит. В акватории Санта-Барбары наш подводный ответ видит стайку прекрасных отважных гарибальди. Их часто называют океанскими золотыми рыбками. Это еще один из видов, прежде находившихся под угрозой, а ныне процветающий. В гарибальде врожденный инстинкт защищать свое потомство от опасности. Чтобы продемонстрировать его, я кладу на гнездо морскую звезду. Без колебаний, не смущаясь моими размерами, рыбка выдворяет дни званого гостя. Самец, как маленький часовой, стережет свое жилище. Как только самка отложит в нем тысячи икринок, он будет защищать гнездо от всех пришельцев. К сожалению, именно из-за своей преданности семье он очень уязвим для рыбаков с гарпуном. Но теперь лов гарибальди в Калифорнии запрещен. Этот самец не сдается. Сбрасывает морскую звезду, как игрушку. Уже уплывая, мы замечаем странные вспышки. Нас преследует группа ныряльщиков-спортсменов. Они снимают нас, мы снимаем их. Вот такие схватки наблюдаются теперь на морском небе. Водолазы уходят вглубь, вооруженные камерами, а не ружьями и трезубцами. И все же мы побаиваемся, как бы любители природы не распугали тут всю рыбу. Но не теряем надежды. Может, они все-таки сохранят то, что любят. Интерес к островам неуклонно растет, и неизбежно возникает новый вид конкуренции между правительственными учреждениями. Добро пожаловать в Национальный парк островов Санта-Барбара, говорит хранительница. В парк и Национальный морской заповедник на острове Анакапо. Сегодня мы покажем вам колонию бурых водорослей. Хотя Управление национальными парками включает в себя пять островов и регулирует допуск посетителей, еще 31 общество спаривает отдельные участки островов и, соответственно, морские ресурсы. Естественно, это приводит к столкновению интересов, препятствующих основной цели. Хранительница продолжает. Наш ныряльщик погрузился в воду, он включил камеру, и вы можете видеть, как сквозь бурые водоросли плывет рыбка Абуддефтуф. Правительственный контроль усиливается, частные владельцы уступают свой приоритет. В 85 лет Вейл и Викерс занимались скотоводством на острове Санта-Роза. Телят с материка полтора года выкармливали сочными травами острова, а потом переправляли обратно. Такие перевозки скота едва ли где еще увидишь по шаткому пирсу, а потом по трапу прямо в плавучий коровник. В 1980 году Санта-Роза вместе с четырьмя другими островами была объявлена национальным парком. Правительство скупило частные земли. Скотоводство со временем исчезнет. Век частной собственности и простых решений уходит в прошлое. На смену ему заступает сложный период общественного пользования. Ковбои вместе со скотом покидают Санта-Розу. Их сменяют другие деятели. Во время продолжающейся экспедиции Кусто управление национальных парков берет острова в свои руки. Эти перемены призваны обеспечить их защиту. Однако многие высказывают опасения, что новая установка на доступность природы для всех привлечет сюда слишком много народу, чего прежде не допускали частные владельцы. На Санта-Розе Жан-Мишель беседует со старшим хранителем парка Уильямом Ихорном. Растущее население на побережье, несомненно, давит на вас. Вы уверены, что сумеете сдержать этот наплыв? Вдруг толпы туристов нанесут вред заповедным островам? Да, такая опасность есть. По закону управления национальными парками, обязано предоставлять транспортные средства, а также участки, доступные и недоступные для посещения. Одна из особенностей управления островными заповедниками состоит в том, что все посетители прибывают на судах. Мы уже установили квоту на транспортные средства на островах Анакапа, Сан-Мигель и Санта-Барбара. Не более ста человек за один раз. В Южной Калифорнии дикой природы больше не осталось. Нигде больше нет мест нетронутых, не испорченных присутствием человека. Если вы не сумеете сохранить острова, то мы не сумеем уберечь остальной мир? Согласен. Допустим, национальные парки справляются со своей задачей. Но человечество способно повредить островам и на расстоянии. В результате сброса сточных вод и токсичных отходов в Лос-Анджелесе ученые уже сейчас не находят на островах Санта-Барбара рыбы без признаков заражения. На берегу залива Санта-Моники Сумиан разговаривает с биологом Римом Феем, который уже давно борется с загрязнением океана. Воды сильно загрязнены, поскольку один сточный водоем обслуживает 4 миллиона человек. Это один из крупных промышленных районов США. Пищевые отходы и прочие вредные вещества по сточным трубам всегда сбрасывались в океан? С таким населением, с такой промышленностью и с такими политиками результат может быть только один – истощение прибрежных и морских ресурсов. Нет закона, запрещающего штатам сбрасывать химикаты в воду. Закон это есть, но никто не следит за их соблюдением. Департамент здравоохранения говорит «Ничего страшного, океан же придерживается». К другому мнению, это огромная проблема. Уже нанесен огромный ущерб морской жизни. Резко сократилось число и разнообразие морских видов. Я не знаю, сколько обитателей насчитывалось в здешних водах до загрязнений, которое уже приобрело необратимый характер. Однако на Каталине Жан-Мишель и Доминик наблюдают огромную жизнеспособность природы. Если загрязнение остановить, зараженные существа еще смогут поправиться. Биолог Дэйв Гарселон объясняет. Вот здесь во исполнении общей восстановительной программы выпускают на свободу орла. В начале нашего века на островах Санта-Барбара обитало большое количество лысых орлов. И какова причина их исчезновения? Самая вероятная причина – введение ДТТ в морскую экосистему. Хищные птицы, поедающие рыб и других птиц, получили изрядную дозу этого вещества и лишились способности откладывать яйца в твердой скорлупе. От дуста скорлупа истончилась, а все взрослые особи вымерли. Когда начинают угасать такие крылатые хищники, как лысый орел, значит, настало время разобраться в сути всей проблемы. ДДТ в Соединенных Штатах давно не употребляется. Сейчас мы имеем дело лишь с остатками прежних сбросов. Я думаю, если подойти умело, лысого орла можно возродить. Ну что, готово? Давай, лети. Господи, посмотрите на нее. Красавица. Тяжелораненого морского льва выбросило на сушу. Его доставляют в ветеринарную клинику Санта-Барбары. Туда прибывает Питер Хоуарт, чтобы помочь доктору Артуру Пошу спасти животное. У него огромная рана на шее. Задеты мышечные ткани. Ставит диагноз доктор Пош. Питер, такое часто случается? Постоянно. Это следствие соперничества человека с ластоногими из-за добычи. Чем он поранился? Жаберной сетью. Когда морские львы попадают в сеть, они запутываются. Сеть сдавливает ему шею, а он пытается прорваться. Шкура у него твердая, но сеть крепче. Она режет ткани, как ножом. Надеюсь, он выживет. Сети делают теперь из пластика, их так просто не разорвешь. Беда в том, что сети синтетические. Они не рвутся. Если нить застряла в шее, ее уже не вытащишь. В тот же день в гавани Санта-Барбары Хоуарт и его добровольные помощники обучают Архимеда маленького тюленя. Ему уже два месяца. Весит он 16 килограммов. Если ему суждено вернуться на волю, он обязан одолеть эту нелегкую науку. Впервые тюлени приходится не только есть без посторонней помощи, но и ловить живую пищу. Происходит что-то странное. Он привык, что лакомство само попадает ему в рот, и вдруг рыба начала двигаться. Наставников забавляют первые неуклюжие попытки малыша, но они знают, что ему необходимо научиться охотиться. Если в нем не проявится охотничий инстинкт, то никто не поучится за его будущее, и ему придется провести всю жизнь в неволе. Один промах следует за другим, и вот, наконец, вкус победы. На воле тюлени обычно заглатывает рыбу с головы. Но для нашего питомца главное – схватить и не выпустить добычу. Испытание прошло успешно. Через три недели его ждет полная свобода. Специальная комиссия Конгресса принимает новый закон США о политике в отношении океанов. Я с большой радостью предоставляю слово Жанну Мишелю Кусто. Для нас острова Санта-Барбара символизируют поворотный пункт в человеческой истории. Возможно, мы становимся свидетелями великих перемен, когда люди совершают переход от безудержной эксплуатации к сбалансированным сборам морских урожаев. Мы должны переквалифицироваться из охотников в фермеры. Но зачастую важные решения буксуют из-за столкновения амбиций. Острова Санта-Барбары пока не стали единым географическим и экологическим целым. А их надо воспринимать именно так. Вместо этого на них обрушилось множество организаций частных лиц, чьи цели часто противоречат друг другу. Каждый делает то, что важнее с его точки зрения. Каждый от лесника до чиновника нефтяной компании. От эколога до ловца морских ушек. Короче, ситуация сложилась такая запутанная, что административным структурам не под силу ее одолеть. Поэтому нужна грамотная политика, способствующая разумному использованию моря и сохранению его ресурсов для будущих поколений. Надо помнить, что Землю мы взяли взаймы у наших детей. К сожалению, пока мы во многом их обделяем. Современное общество должно учитывать интересы будущих поколений. Это их планета, и мы обязаны не разграбить, а сохранить ее. Новые поколения учатся нырять на Санта-Каталине. Сегодня туда приехал особенный гость. Я боюсь летать на самолетах. И на вертолетах тоже. А в воде я ничего не боюсь. Ну, разве что немножко. Школа приглашает Жанна-Мишеля Кустотри соединиться к погружению. Для многих эта первая вылазка в море будет ознаменована присутствием одного из главных ныряльщиков легендарной Калипси. Я вижу взволнованные лица юных водолазов, вижу их инструкторов, и вспоминаю свое первое погружение в возрасте семи лет на южном берегу Франции. Тогда мне предстал мир, еще не затронутый присутствием человека, мир, который довелось увидеть немногим. Сегодня человеческая деятельность проникла во все уголки океана. Мы стали новыми морскими млекопитающими, спустившимися в глубины с вдохновением и обогащением. Но, как можно убедиться, в акватории островов Санта-Барбара нас слишком много, чтобы неэкономно пользоваться этими сокровищами. Мы соперничаем не только друг с другом, но и с морскими существами. Я со своим отрядом опускаюсь глубже класса юных ныряльщиков и вновь поражаюсь, как мало мы знаем об этом туманном мире, хозяевами которого себя считаем. Маленькая рогатая акула неторопливо скользит у самого дна. Меня не покидает мысль, кем станут в подводном царстве дети хищниками или хранителями. Ведь ущерб можно нанести даже невольно. А можно разгадать тайны моря и научиться поддерживать акулу и орла, выдру и морских ушек. Это задача нашего будущего. Богатство самой жизни в наших руках. Вопрос в том, как ими распорядиться. Малкиона уже готовится к отплытию, когда на борт поступает печальная весть. Попавший в сеть морской лев умер. Но есть и хорошие новости. Услышав их, Жан-Мишель летит на север, в аквариум Калифорнийского залива Монтерей, где обычно выпускает на волю излечившихся животных и где на жаберные сети наложен мораторий. Питер Хоуарт и его команда теперь готовятся вернуть в море Архимеда. Маленький беззащитный детеныш, которого выбросило на берег три месяца назад, теперь стал сильным, ловким и в четыре раза прибавил в весе. Жан-Мишель снимает происходящее. Наступает самый волнующий момент. В какое-то время Архи колеблется между миром знакомых человеческих лиц и другим миром, полным рыбы, манящим. Сначала Архи помещают в бассейн, чтобы Питер мог проследить за его адаптацией. С наступлением прилива тюлень сможет уплыть в море. Теперь он свободен, хотя его и пометили, чтобы не упускать из виду. Он постепенно осваивается в царстве своих предков. Там впереди его ждут единокровные собратья. Миг настал. Наш маленький друг в последний раз оборачивается к нам, а потом устремляется в море. Я смотрю на этот живой символ убывающей природы, которая еще может возродиться. И вспоминаю цитату. В искусстве расчленять человеку нет равных. Быть может, на островах Санта-Барбара мы уже начали постигать нелегкую науку восстановления расчлененной природы. Фильм отручить студию «Инс» по заказу Санта-Барбара. «Инс» по заказу Санта-Барбара. Субтитры создавал DimaTorzok